Итак, всем привет! Я продолжаю интервью с успешными людьми. И сегодня у меня в гостях Селезнев Иван. Добрый день, Иван! Спасибо, что согласились уделить немного времени. Да, добрый день, Константин! Очень рад вас слышать и очень приятно с вами общаться. Расскажите, Иван, а чем же вы занимаетесь? Ну, начну с того, что я являюсь основатель студии «Фантастике Мара». Мы занимаемся созданием видеороликов и анимационных мультфильмов, которые строятся на интересной и уникальной истории. То есть, что я подразумеваю под историей? Это та, скажем, некая ниточка, которая берет за руку, скажем, зрителя, хватает его внимания и проводит через нас сюжет. А сюжет в этой истории позволяет гораздо лучше запомнить те факты, те цифры, что нужны для клиента. То есть, это запоминающие для аудитории, и поэтому это гораздо лучше, чем просто картинки или текст на сайте. Это безумно. Вот этим мы как раз и занимаемся. То есть, грубо говоря, взламывайте память, можно так сказать, чтобы проще запоминалось. Да, я бы назвал это тонкий подход в маркетинге. То есть, это некая такая тонкая психология. То есть, мы вначале как? Для того, чтобы человеку стало интересно смотреть или слушать нас, мы должны как-то его заинтересовать. То есть, мы с этого подходим, мы заинтересованы. А для того, чтобы человек дальше нас хотел слушать или смотреть, мы говорим что-то интересное ему и вовлекающее. Ну, поэтому мы так и строим, скажем, наш бизнес, наши видео. Это простая схема, эффективная, но ей почти никто не пользуется, потому что по каким-то причинам, которые нам не ясны, кажется, это сложно или просто это не понимают. Но это та вещь, которая с нами уже как с людьми уже более чем 27 тысяч лет, потому что все наши рассказы и истории строятся на неком сюжете истории. Понятно. Ну, а вообще, как вам пришло в голову заняться бизнесом, да и тем более таким, чтобы запоминалось все людям попроще? Ну, чтобы зазывать людей, чтобы интерес проявлять у них? Ну, скажем, я не знаю, вот именно этим бизнесом, да, вот именно графикой, анимационным фильмом пришло, конечно, не сразу. Но, скажу так, что идея, то, чтобы работать на себя, не работать на кого-то, да, еще зародилась в школе, потому что, ну, по своим родителям я видел, да, что такое просыпаться там в 6 для того, чтобы успеть на работу там в 7.30, в 8, получать мизерный оклад. А далее, скажем, когда уже поступил уже в институт, и там во время института я решил поработать, скажем, на одну компанию, которая занималась тем, что она создавала спецэффекты для рекламы и кино. Но для меня там уже все стало ясно, потому что я посмотрел, какой это менеджмент, как, скажем, хозяева этой студии обращаются с теми рабочими, которые создают для них деньги. Ну, я такой понял, ну, чё, кто я таким не хочу заниматься, тем более ребята, которые были в студии, сказали, ну, так годик-два посидите, привыкните к такому. Я такой, я не понял, я не в тюрьме, что привыкать к нынешним порядкам. И поработав там всего лишь около месяца, ну, месяц, как за полгода, я выражаюсь, не хватило. Вот, тем более, как я тогда прикалывался, скажем, сегодня пятница, но я думаю о субботе, суббота настала, я думаю о воскресенье, то, что мне придется думать о понедельнике. И, в общем, выходило, что выходных нету такой. Вот, и да, мы тогда с братом решили создать некое свое, свою компанию, хотели бы заниматься тоже некими там постпродакшенами, то есть созданием для видео каких-то спецэффектов, но потихоньку мы перешли вот именно в анимационные ролики, видео, вот так вот. Ну, понятно, ну, в принципе, вот аналогичная сейчас ситуация, я сейчас школу закончил, и мне нужно поступать в институт, зная то, что какую профессию не выбери, все равно на кого-то работать, и первый, ну, после института, первые годы ты никому не нужен. Это оклад, на самом деле, минимальный, да и тоже ехать, ну, в Подмосковье живу, туда ехать, во-первых, нужно вставать в пять, ехать, и ради каких-то, ну, копеек, грубо говоря. Ну, хотелось бы вот найти что-то такое, чтобы, ну, питало меня, чтобы я ради этого жил просто, вот, и поэтому я пришел, в принципе, хочу начать, и поэтому я с вами. И задаю еще вот один вопрос, ну, а что было самым сложным, откуда у вас первые клиенты появились? Самое сложное поначалу, ну, да, конечно, всегда сложно поначалу найти ту аудиторию, для которой, скажем, предназначена наша услуга. Я, ну, в нашей, например, нише, да, нише графики видео, мы должны, ну, мы не можем прийти, давайте мы вам сделаем чертовский, классный, там, анимационный видеоролик, который будут все просто любить. Ну, покажите пример, а примера нет, это означает, что сперва, перед тем, как начать общаться с клиентами, надо сделать некое портфолио для того, чтобы показать человеку. Потому что мы больше оперируем какими-то зрительными образами, историями, и поэтому, не имея их на руках, очень сложно наработиться с людьми. И поэтому специально, вот, поначалу, там, нам друзья, знакомые помогали разными, скажем, заказами для того, чтобы мы наработали некое свое портфолио, некое свое лицо, vision, для того, чтобы мы уже этот, скажем, подход могли уже прилагать, скажем, более широкой аудитории. Вот, и именно на первых порах нам помогали, вот, именно знакомые, вот так. Поэтому самое сложное, это, мне кажется, не даже, там, приобретение каких-то, там, технических навыков или что-то такое, это зачастую, да, вот, продать себя. Вот, ну, мы вначале обучились техническому, но не научились продавать, и потихоньку, ну, потихоньку, шаг за шагом учились продавать свои услуги той аудитории, которой мы нужны. Ну, да, все же люди верят таким доказательствам, глазами, что если видят, что профессионал, то лучше взять его словам-то, чтобы делом доказывали. Ну, а что оказалось легче, Иван, чем вы думали? Поначалу, да, на самом деле, оказалось легче всего, это, скажем, общаться и договариваться, скажем, с клиентами. То есть, всегда думал, что клиент – это такой некий капризный маленький ребенок, который что-то там вечно плачет, его никто ничего не понимает. Но, если правильно к этому подходить, то есть, что я подразумеваю, если мы себя позиционируем как профессионалы, как эксперты в какой-то области, например, я в области, скажем, видео-видеорекламы, то я сразу себя позиционирую, что я знаю в этом больше, и я имею право и должен вам советовать поступать так или по-другому. Да, конечно, клиент говорит некие свои условия, что вот реклама должна быть про это, к такой-то аудитории, и мы уже на основе этого создаем некий образ нашей будущей рекламы. И с помощью, скажем, некого нашего уникального подхода мы договариваемся с клиентом. То есть, вот поначалу было очень, скажем, в то же время и сложно, потому что боялись этого, но когда начали с клиентом общаться, вот именно не с точки зрения, вот купите у нас килограмм яблок, а с точки зрения некого вижена, подхода к тому, что мы будем делать, создавать, то есть видеоролик, люди начинали к нам более, скажем, ближе и, так сказать, подружески относиться. То есть, вот так он. Ну вот, а ради интереса, сколько вы тратите времени на одного клиента? Именно на общение или именно на заказ? Уже, ну, общение, что вот как вы договорились и потом само выполнение уже, да, заказ сам. Ну, в среднем, начну с конца, да, в среднем заказ у нас это 3-4 недели. То есть, на изготовление какого-то ролика в районе там полторы минут анимационного, там мультфильма такого. Но сюда не входит то, что мы общаемся с клиентами. И да, иногда бывает, что трех встреч хватает. То есть, на первой мы знакомимся, узнаем то, что им надо. На втором мы уже предлагаем свои варианты, они думают. И на третьем мы зачастую подписываем договор. Вот, это такая вот, может, трехшаговая система. Ну, без нее никак, потому что всем надо подавать. Иногда бывает, да, подольше. Да, разные клиенты же бывают, некоторым нужно удостовериться, уточнить все, чтобы точно-точно. Ну, и некоторые сравнивают же, что если я договорюсь с этими, я поговорю с другими. И потом сравнят, где лучше. И пока вот устаканят они эти все вопросы. Да, да, тут самое главное, что не надо, скажем, в своем деле опираться на стоимость. Потому что, если люди будут сравнивать нас только по стоимости, то мы ничем не лучше, чем какие-то ценники в магазине с яблоками. То есть, нас должны люди, посмотрев на нашу работу, они должны понять наш подход, наш профессионализм, скажем, то, как мы это делаем, как мы общаемся с ними. То есть, это вот клиентская такая вот помощь. Они нам что-то написали, вот сомневаются. Мы готовы закрыть некие их сомнения, что-то добавить в мультик, для того, чтобы они были уверены в том продукте, что мы им предоставляем. И поэтому говорить о цене, то есть, они вот посмотрят по цене, никогда нельзя. То есть, если свой вижен строить только вот мы отличаемся ценой, то это сразу прорешная, скажем, математика, которую мы тоже прошли со своей студией. Поэтому наш вижен, он чего-то стоит, и он не должен стоить дешево, потому что у нас есть программа максимум, да, и есть программа минимум. Есть некий минимум за то, что мы можем, скажем, по скидке сделать, если вот, ну, у людей очень интересный, скажем, продукт, и нам интересно это делать, то да, мы можем сделать скидку. А есть, скажем, некий максимум, когда мы видим, что это стандартное, они хотят стандартный подход, и больше никак, то есть, даже нет никакого творчества, нам вот в жесткие рамки нас загоняют, но мы тогда и прилагаем максимальную сумму, потому что с такими людьми мы понимаем, что заранее будет очень сложно. И поэтому вот этот минимум и максимум нам позволяет, скажем, общаться с людьми на, скажем, на нашем и их интересном уровне. Ну да, если с клиентом, получается, приятно в общении, чтобы хорошему человеку не сделать скидки. Ну да, ну, тоже от клиента зависит. Ну, да и каждый труд должен оцениваться достойно. Если вы профессионал в своем деле, то почему вы должны скидки-то большие делать? Лучше заплатить за качественный товар. Просто тут я, скажем, недавно прочитал, да, вот подтвердились мои мысли, что если мы даем, скажем, скидку, которая ничем не подтверждена, то есть, ну, какими-то там доводами, да, вот, скажем, мы им приложили услугу за какую-то X сумму, они говорят, что мы хотели чуть-чуть попроще, и нам не минута нужна, а 45 секунд. А вот, а скажем, а у нас это X, это минималка. Ну, мы готовы пойти на некую уступку, понимая, что мы просто будем делать меньше, и поэтому мы спокойно готовы дать им скидку. Вот, может, даже они это не знают, то, что мы просто говорим, что у нас есть некий пакет, да. И поэтому скидка, которая идет, не опираясь на факты, это означает, что вы не уверены, скажем, в неких своих силах своей продукции. Скажем, вот эта скидка взялась от балды, говорят, значит, вы не уверены в том, что вы делаете. Вот, вам надо повышать вашу уверенность. Вот, поэтому. Вот, мне кажется. Ну, Иван, а если бы вернулись вы в самое начало, вы бы что-нибудь сделали по-другому? Ну, так всегда можно сделать все по-другому, но, скажем так, мы не рождаемся готовыми некими бизнесменами, и мы не знаем в начале пути, как, что делать. То есть, иногда, вот как у меня, не было, скажем, прямого ментора, который меня пучил бы, да. Вот, знаешь, Иван, сделай вот это, и тебя это что-то научит, и поймешь. Я с своим братом, когда создавал эту студию, мы набивали весь опыт на своих шишках. Потом поняли, что, скажем, чтение умных книг по маркетингу, по менеджменту помогает немножко уменьшить эти шишки. Во время всего вот этого некого становления себя как бизнесмена, как профессионала, эксперта, оно приходит через опыт и нарастает. Как ребенок растет и начинает понимать больше в жизни, так само и бизнесмен. Он что-то понимает в начале, но гораздо больше он приобретает, идя по тропинке бизнеса. А так, конечно, хотелось бы вот сейчас взять свой ум и вернуться туда лет пять тому назад, то, конечно, было бы совсем все по-другому. Но как-то сожалеть насчет этого, наверное, кто-то хочет, но я не вижу смысла. Надо довольствоваться тем, что ты сейчас, и наоборот, иди вперед. Понятно. Ну да, в принципе, было бы проще. Да и сейчас столько информации полезной в интернете есть. Раньше, я думаю, ну не настолько много было полезного в интернете. Ну, не так было расширено. Сейчас вот на каждом налево-направо инфобизнес, маркетинг, консультанты всякие. Ну, с каждым годом все больше и больше. А раньше, наверное, был узкий такой выбор. Да, был очень узкий, и, скажем, когда еще лет тому назад, когда заканчивал я только школу, поспал в институт, тогда и интернета почти хорошего не было. Да и невозможно было не достать никаких каких-то там видео интересных, на которых можно было просто поучиться, какие-то книги скачать зарубежные, потому что тогда даже уже хоть и постсоветскому времени книг, скажем, по маркетингу, по менеджменту достойных, почти не было. Поэтому сейчас гораздо, да, больше сейчас столько информации, самое главное найти ту информацию, которая будет полезной и нужной, скажем, в своем деле. Вот все. Сейчас гораздо легче, колоссально легче. Ну да, сейчас все так, по нишам все раскидано, уже узкие есть ниши, то есть, что сделать именно для этого, маркетинг именно в такой нише. Ну, грубо говоря, находимся в малине. Можно и так сказать. Ну, а что бы вы, Иван, посоветовали новичку такому, как я, который находится на пороге начала своего бизнеса? На пороге своего бизнеса? Наверное, у нас поначалу определиться со своими целями, что он хочет делать. То есть, ну, что я подразумеваю, что он хочет делать? Он хочет, скажем, чем-то интересным заниматься, чем-то давать людям интересное, полезное, то есть, развивать людей, давать что-то новое в индустрии. Вот как мы в своей индустрии, мы хотим создать, скажем, некое направление тех роликов, которые будут интересны зрителю, а не просто некая видеопрезентация с глупыми, иногда цифрами, которые непонятны, они забудутся, потому что многие из нашей, скажем, аудитории, для кого мы делаем эти ролики, они не являются технически направленными людьми, да, то есть, там какие-то там цифры Фибоначи или что-то такого, какой-то математический ряд, им это все безразлично. Они хотят лишь понять, вот чем вы мне будете полезны. То есть, если это клиент заказывает у нас некий ролик, мы ему рассказываем, чем мы этому клиенту будем полезны, и так само спрашиваем для того, чтобы создать видеоролик, чем его услуги этого клиента будут полезны его аудитории. То есть, мы не просто там послушали и разошлись, мы пытаемся стать некой частью его аудитории, для того, чтобы понять его некий вид, видение на то, что он преподносит аудитории, то есть, как он будет помогать людям. И поэтому, скажем, первоначально на человеку определиться, что он хочет, хочет ли он людям помогать, в какой сфере помогать, где у него более лучшие навыки. Потому что есть, скажем, люди, которые очень сильно разбираются, скажем, в языках, они более такие гуманитарно направленные. То есть, не надо иметь в сферу какой-то там статистики либо каких-то точных наук, типа бухгалтерского учета, потому что они там будут скучать, и для них это каждый день будет адски трудно, даже если они будут директором, потому что ему все равно придется за всем этим следить. Дальше, что бы я хотел после того, чтобы человек разобрался со своими целями и видением, это то, что он понял, что если у него даже будет качественный продукт, качественная услуга, ее все равно придется как-то рекламировать, предлагать людям. Поэтому я рекомендовал бы изучать людям маркетинг. Да, вот всем, кто занимается лингвистикой, скажем, какой-то лингвистикой, какими-то созданиями сайтов, роликов, коучингами, какими-то тренингами, там, даже если будет делать какую-то продукцию, например, какие-то напитки, все равно он должен знать маркетинг. И желательно изучать маркетинг зарубежных авторов. То есть маркетинг это некая тонкая психология, которая позволяет понять то, что хотят люди и дать то, что им надо. А то, скажем, я пришел в магазин и хочу купить яблоко, а мне прилавят купите отвертку. Зачем мне это? Тратите мое и ваше время. Поэтому изучая маркетинг, можно гораздо проще понять как свои цели, потому что ты понимаешь, что сейчас существует на рынке вот такое, и как гораздо умнее и правильнее подойти к своей аудитории, для того, чтобы их заинтересовать. А почему именно желательно у зарубежных авторов? Ну тут скажем, я сказал бы две подковырки. Первое, это то, что у них гораздо более обширные, более глубокие книги с большим опытом. То есть, если у нас маркетинг 20 после распада СССР, у них это больше сотни лет. С 1900-х годов. Я знаю маркетологов, копирайтеров, которые в 1880-х годах уже делали очень хорошую рекламу письменную. Ну, в газетах, правда. И второй аспект, который я бы хотел бы, это то, что надо знать английский язык. Зарубежные языки очень сильно помогут в общении с клиентами. У нас есть клиенты, да, главный офис находится у нас тут, да, скажем, в Украине, в Киеве. Они идем переписку на английском языке без каких-то там левых ответвлений, потому, что в нашем опыте было, что мы, что, скажем, зарубежный клиент общался через менеджера, нашего менеджера, который общался уже с нами. То есть, это был некий поломанный телефон. И, в конце концов, мы чуть бы через месяц или через два не поссорились из-за того, что этот менеджер переводил совсем не так, как мы хотели. То есть, мы друг друга не понимали. Когда мы убрали этого менеджера, девочку, и про нее ничего не хочу сказать, она там толковый работник, но из-за вот этой лишней ступеньки мы друг друга не понимали. Вот. И поэтому, еще раз, изучать маркетинг, зарубежный язык, любой, который вам прийодится в вашем бизнесе. Скажем, вы можете спокойно черпать информацию из-за рубежа и без каких-то там ретро-трансляторов, которые вы можете спокойно откинуть и напрямую относиться, общаться с теми первоисточниками. Это очень полезно, кстати. У меня очень много книг, я читаю на английском языке и спокойно чувствую себя в этом. Так само я себе написал выступление на публике. Это тоже очень важно, скажем, мы недавно были на презентации наших знакомых, они занимались сетевым маркетингом. Тоже разновидно бизнесом, маркетингом, но у них настолько было ужасное выступление на публике, что это был некий ужас. Я не знаю, как люди там досидели. И поэтому самое главное, если у вас будет некая возможность выступать на аудитории, перед аудиторией, это очень хороший навык выступать на публике. То есть красноречие всегда пригодится. Даже если вы будете общаться тет-а-тет, скажем, с клиентом, заказчиком, с партнером, это пригодится. Вы будете знать, как общаться, как его заинтересовать, как удержать его внимание, как, скажем, увидеть под его некой интонацией, нравится ему это или не нравится, как может перестроить свои отношения с ним, это всегда полезно. И тем более, если вас пригласят выступать перед аудиторией, большой аудиторией, это великолепный пиар для себя. То есть вы можете рассказать о себе, причем красиво рассказать о себе, это всегда запоминающе. Даже если вспомнить сдачу написания дипломов, каких-то рефератов со школы, то всегда преподаватель, учитель запоминает именно того общеника, который хорошо, красиво рассказывал некую информацию, что он хотел донести до аудитории. Даже если эта информация какая-то проирует в разы, нежели сосед Петров рассказывал, но очень сильно заикался, делал нелогические какие-то выводы, он приезжает перед вами, если вы будете красиво и правильно это приносить аудитории. Поэтому это некий еще один такой навык, который желательно знать предпринимателя, потому что он будет общаться не только в курсе коллектива, но и с клиентами. И напоследок, который я для себя выделил, это изучать менеджмент, то есть менеджмент и мотивация, потому что если вернемся к тому, что я с братом работал на компании, которая делала эти спецэффекты, мы поняли, что эта компания, этот менеджмент просто не умеет управлять людьми, временем и мотивацией. Потому что подойти ко мне во время работы и сказать то, что если не будешь работать быстрее, мы тебя уволим, то извините, это чертовски фиговая мотивация. Я уже был готов ему сказать, извините, идите вы к черту, но я такой терпеть не готов. потому что личность должна быть личностью, а правильный менеджмент, правильная мотивация, если вы знаете, стремитесь к этому, вы уже более проще и лучше будете, скажем, не только общаться в коллективе с теми рабочими, которые будете нанимать, но и так само скажем, правильно сможете определить, разделяет ли этот человек видение вашей компании. Потому что человек, если не разделяет видение вашей компании, он пришелся только за зарплатой, то он не будет полностью вкладываться и ясно что тут обратно идет некая проблема мотивации. Потому что сам человек создает себе мотивацию, а вот же некий хороший лидер, который умеет мотивировать, он может его поддержать и дать ему толчок для того, чтобы он работал качественно, эффективно, тем более, что человек не только работает на этом месте, но он еще и растет как личность, как профессионал и если лидер это увидит, то он должен его подталкивать. Всегда такой лидер будет цениться и нужен в коллективе, в бизнесе всегда. Думаю, да, ну, поэтому я сказал очень много, но потому что я все это прошел и понимаю, что это надо изучать, это надо, скажем, практиковать, потому что к этому все равно все придут. Ну, лучше заранее понимать то, что придется перемахнуть через большую гору книг, скажем, тренингов на вот эти темы, тем человеку просто будет, во-первых, он будет понимать, почему у него идут некие завтыки, проблемы, и он просто будет понимать в виде гораздо лучше свою цель, и понимать, даже если он спотыкнется, он будет понимать, на чем он спотыкнулся, да, скажем, на выступление на публике, он каждый раз, когда общается, скажем, с тремя-четырьмя директорами какой-то фирмы, где он хочет продать свои услуги, какой-то консалтинг, он будет понимать, где у него завтык, он просто не умеет выступать на публике, за ее заинтересовать, это даже не в ее науках, скажем, некая проблема, а в том, что он просто не может себя правильно преподнести, продать. Спасибо большое, Иван, очень полезные советы, я вот записал, на самом деле, ну, чтобы не слушать, ну, и обязательно я прослушаю, чтобы заранее внедрять это в себя. Большое спасибо, было приятно с вами пообщаться. Мне так само, спасибо, Константин. Ну, взаимно. До свидания, Иван. Всего хорошего, удачи вам так само.